И в завершение интервью, Игорь Николаевич, а какой, как вы считаете, вот сейчас наказ у вас под номером один идет? А чем вы сейчас работаете? У нас все, на всех встречах, везде люди поднимают. Кроме частных вопросов, кроме конкретной ситуации по каждому муниципальному образованию, кроме того, что мы работаем с перепривязкой, тоже программа по школам. Вы знаете, что сейчас мы переходим в течение 10 лет на программу полностью односменного обучения во всех школах, то, что происходило с детскими садами, также точно мы стараемся именно сделать так, чтобы там строилось, и там деньги вкладываются, где действительно нужно людям. Много-много таких вопросов. Конкретно вопросы по предприятиям, по каждому муниципальному образованию, конечно, вопросы общие. Это социальная защищенность, это уровень пенсии, уровень бюджетных зарплат. Учителя, скажем, задают вопрос, хорошо, вы за 10 лет сделаете, вот в ближайшие 4 года, первый-четвертый класс в одну смену. А как будут учителя зарабатывать? Потому что сейчас учителя забирают двумя ставками. Ну, наверное, просто повышать зарплату учителя. Надо будет повышать зарплату. Это как раз та задача, она будет очень непростая, которая стоит во главе угла. У нас сейчас идет экономическая дискуссия, наш губернатор Светлана Юрьевна вошла в экономический совет, там не так много губернаторов. И наша задача при президенте России, и наша задача добиться, чтобы был выбран правильный путь, а именно увеличение платежеспособного спроса экономически в экономике, продукцию предприятия на все, через повышение бюджетных зарплат, через повышение пенсии. То есть хватит уже быть в плену вот этих иллюзий, бояться неких гипотетических инфляций и чего-то еще. Нужно довериться и все деньги в экономику доводить через людей. Не через частную коррупционную программу, а через людей. Вот пенсионер сам пойдет и купит то, что ему нужно. И таким образом действительно это будет эффективная поддержка экономики. Это приоритетная задача. Нам нужно отбить любые наступления на пенсионный возраст. Нам нужно отбить любые наступления на права людей и не дать возможности даже думать об этом курсе. Мы много раз вставили заслон этому экономическому курсу. Каждый раз эта дискуссия возвращается, нужно раз и навсегда ее остановить. И добиться, чтобы деньги в экономику шли через человека. Сейчас уже первый раз, как раз на экономическом совете первый раз эта тема прозвучала. Наша задача добиться, чтобы она звучала более четко, более жестко. И чтобы в реальности были приняты решения. Экономика должна поддерживаться через человека. По сути это уже задача следующего созыва Госдумы. Я думаю, что еще в этом созыве мы увидим попытки изменить что-то. Вот в этом так называемом либеральном ключе наша задача. Как в предыдущий разы мы же не дали ничего поменять. Мы не дали повысить пенсионный возраст. Было два захода. Два жестких захода было. Я являюсь автором законопроекта по прогрессивной налоговой шкале и по тому, чтобы убрать регрессивное налогообложение в пенсионный фонд. Когда богатые платят меньше бедных. Моя задача, чтобы с каждого рубля все платили одинаково. И тогда дыра в пенсионном фонде закрывается почти там наполовину. И все. Вот нет дефицита бюджета. То есть мы предлагаем конкретные решения. Мы вместе в области их все прорабатываем. И добиваемся на то, чтобы наше областное мнение было слышно на федеральном уровне. Мне часто говорят о том, что об этом нужно чаще рассказывать. Вот, наверное, когда время выборов. Это то время, когда ты отчитываешься и рассказываешь, с какой программой и с какими убеждениями ты делаешь эту работу. Сверяешь часы и понимаешь, нужны твои убеждения. Верны они. Нужна эта работа именно в этом ключе. Или нужно корректировать свои взгляды. Накопилось у людей очень много проблем. Важно уметь их слышать, уметь находить решение. Но кроме всех тех эмоций, которые есть, мы чувствуем объективную поддержку. И чувствуем, что мы на правильном пути.